Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы читаем с вами книгу «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 34-я глава. Очень актуальная, современная и первая тема, которую подымает премудрый наставник в этой главе, — это вера в сны. Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, по той же логике, и сонные грезы окрыляют глупых. Действительно, человеку, лишенному благоразумия, свойственно что-то фантазировать собственным фантазиям, придавая вес и значение, и собственных мысленных изобретений, и фантазий, складывается иллюзия о мире, о людях, о делах, и все остается в этой области мечтаний. Если будет такой человек действовать в соответствии со своими бреднями, то и результаты оказываются неожиданно разрушительными для него, неожиданно, но ничему его не учат. Так и сонные грезы окрыляют глупых. Приходится признать, что большая доверчивость наших современников к толкованию сонных бредовых мечтаний — это одна из отличительных примет нашего времени. Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением. Сновидение совершенно то же, что подобие лица против лица. Что это значит? Есть человек, а напротив него есть его отражение в зеркале. Но это только отражение, там нет человека. И не два человека, если один сидит напротив зеркала, и мы видим обоих. То же самое — доверять снам. Это значит гоняться за только иллюзией, за отражением, но не за самой реальностью. От нечистого что может быть чистого? И от ложного что может быть истинного? Здесь переходит автор к другому напасте — гаданиям. Гадание — дело само по себе нечистое. И гадать о содержании сновидений, несомненно, приносит самые гнилые и нечистые плоды. Гадания и приметы, и сновидения — суета. И сердце наполняется мечтами, как урождающий. Видимо, муки родов приводят к некоторым особым мечтаниям или каким-то иллюзиям, которые складываются в воспаленном и страдающем сознании. «Если они не будут посланы от Всевышнего для вразумления, не прилагая к ним сердце твоего». И так могут быть слова сны, которые посланы от Всевышнего для вразумления. А что есть вразумление? Уж, конечно, возвращение к страху Божию, возвращение к исполнению заповедей Божьих, возвращение к богопочитанию и к возвращению жизни своей на стези закона. Бывает и такое привидится, и правильно понимающий эти указания вовсе не уподобляется гадателям по снам и доверителям своим бредовым сонным мечтаниям. Сновидения ввели многих в заблуждение, и, надеявшиеся на них, подверглись падению. Как верящий глупец своим мечтаниям и фантазиям, так и доверяющий благонадежию указаний сновидениям непременно падет. «Закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных совершается». Там, где есть какая-то мера, хотя бы малая обмана, там, где есть лукавство, там не исполняется закон. Автор и наставник говорит о том, что требует исполнения закон простого и ясного. Он прозрачен и очевиден, все называет своими именами и требует точного исполнения того, что в нем указано ради спасения. «И мудрость в устах верных совершается». А это очень ясная параллель с новозаветным словом. «И оправдана премудрость чадами ее». То есть теми, кто расположен к вере и верности Богу, нет необходимости долго убеждать. Премудрость для них очевидна, ясна и проста. «Человек ученый знает много, и многоопытный выскажет знания. Кто не имел опытов, тот мало знает, а кто странствовал, тот умножил знания». Итак, источниками знания мудрый наставник считает, как учение способность поделиться этим знанием. Многоопытный выскажет его. Хотя сам этот опыт, прибавленный к знаниям, и сообщает человеку возможность говорить толково и полезно. И еще один способ умножения знания. Кто странствовал, тот умножил знания. Знакомство с нравами и бытом различных народов, те трудности, которые переживает человек в пути, оказываются тоже большим вкладом в копилку мудрости, приобретаемой человеком. «Многое я видел в моем странствовании, и я знаю больше, нежели сколько говорю». Это образ действительного мастера своего дела. Это образ действительно мудрого человека, который богат не только тем, что удобно передать ближнему, но и тем особым опытом, который нельзя высказать, который составляет какое-то внутреннее сокровище и богатство, не передаваемое от уст кустам, но только являемое в том особом благодатном устроении, которое присуще человеку многоопытному. «Много раз был я в опасности смерти, и спасался при помощи опыта». Вот, оказывается, самая надежная для человека защита — это не какие-то телохранители или его собственные расчеты по тому или иному пути, но тот опыт, который от знания и от пребывания во многих испытаниях собирает себе человек. «Дух боящихся Господа поживет, ибо надежда их на спасающего их». Духовная крепость присуща тому, кто не теряет надежду на Спасителя. И в полумраке Ветхого Завета это особенно яркое и сильно звучащее слово, поскольку весь Дух Ветхого Завета — это ожидание грядущего Мессии. Таким образом, среди всех неустройств и всего смущения окружающего всякого человека, особенно в те времена, когда образ Мессии еще только мерещился, брезжил на горизонте, как восходящее солнце, но твердая надежда на грядущего Спасителя, который исповедует и Иов многострадальный. «Но я знаю, верю, что Искупитель мой жив, и он воздвигнет в последний день распадающуюся плоть мою. Мои глаза, не глаза другого, увидят его таким, каким он есть». И это упование на грядущего Мессию не посрамит тех, кто в нем тверд. «Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо он — надежда его. Блаженна душа боящегося Господа. Кем он держится и кто опора его? Очи Господа на любящих его. Он — могущественная защита и крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара, охранение от преткновения и защита от падения. Он возвышает душу и просвещает очи, дает врачевство, жизнь и благословение. Убеждает премудрый наставник нас с вами и своих ближайших детей верить Господу. И самый главный довод — это то, что не Бог нуждается в нашей вере, а мы нуждаемся в вере в Него, ибо тот, кто верует и уповает на Него, кто с надеждой стремится к Нему и возлагает на Него упование свое, тот и получает великое заступничество. «Кто приносит жертву от неправедного стяжания, того приношение насмешливое, и дары беззаконных неблагоугодны». И далее, в завершение очередной главы, говорит наставник о том, какие жертвы действительно Богу угодны. И первая из них — это вера и надежда на Него. «Не благоволит Всевышний к приношениям нечестивых и множеством жертв, не умилостивляется о грехах их. Что заколающее на жертву сына пред отцом его, то приносящее жертву из имения бедных». Другими словами, обижающий нуждающихся, какими бы хвалами не кодил Господу, какие бы обильные жертвы не приносил ему, будет отвержен. «Хлеб нуждающихся — есть жизнь бедных». То есть то, минимально необходимое для пропитания, это и есть их существование. Потому отнять у бедного хлеб — это равно отнять у него жизнь. Отнимающий его есть кровопийца. «Убивают ближнего, кто отнимает у него пропитание, и проливает кровь, кто лишает наемника платы». Приравнивается к убийце тот, кто скуп, тот, кто лишает человека необходимого пропитания, одежды. «Когда один строит, а другой разрушает, то что они получат для себя, кроме утомления? Когда один молится, а другой проклинает, чей голос услышит владыка?» И так надлежит быть справедливым. «И не приобретать себе врагов, и не обижать малых века сего, ибо ангелы их, — говорит Священное Писание Нового Завета, — всегда видят лицы Отца Своего Небесного, чей голос быстрее дойдет до Господа. Твоя ли молитва? Или молитва тобою униженных, тобою лишенных необходимого? Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся?» Так та добродетель хороша, которая проявляется в постоянстве, и отношение к ближнему надлежит так выстраивать, чтобы приумножать себе молитвенников, а не побуждать просить о противоположном тому, чему просим мы сами для себя. Равно и возвращение, как пес пожирать свою блевотину, или вымытая свинья в калтинный, так и после покаяния возвращение к тем же грехам, в которых укоряли мы себя пред Богом. Это твердое наставление сыну быть очень бережливым к чистоте душе своей и не укореняться ни в каком грехе, не служить никакой страсти. Субтитры создавал DimaTorzok